Родился, вырос, учился и даже служил не то что в Гомеле, а еще и в советском районе города Гомеля и работаю в советском районе города Гомеля. И еще ровесник советского района. Вот так четко Дмитрий Черняков дал нам понять, что он истинный патриот своей малой родины. А еще он однолюб в плане места работы. В его трудовой книжке всего одна запись принят на работу на Гомельский химический завод. Учился Дмитрий Черняков в Гомельском политехническом институте по специальности промышленная теплоэнергетика. Первым местом работы стала теплоэлектростанция химзавода. В должности слесаря-ремонтника он проработал год, потом была армия. После еще один год работы в прежней должности. Чуть позже на протяжении года Дмитрий Черняков трудился инженером-технологом, затем начальником теплоэлектростанции, начальником цеха. Потом резкий какой-то получился поворот. Меня назначили, меня технаря, больше привыкшему к гайкам, к механизмам, к задвижкам, к котлам. И вот меня в завод управления пригласили. Несмотря на абсолютно новое направление в работе, Дмитрию Чернякову удалось в короткие сроки вывести идеологическую работу предприятия на качественно новый уровень. Понимая, что работа с людьми требует особого внимания, идеолог химзавода в те годы много работал над собой. Закончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорина, институт повышения квалификации и переподготовки кадров. Получил квалификацию экономист. После более чем пятилетней работы в качестве идеолога, Дмитрия Чернякова ждал новый поворот. Ему предложили должность главного инженера, а через шесть лет – должность директора предприятия. Главный принцип в работе – ты должен показывать пример. Требуй себя, прежде всего, и воспитывай себя. Воспитаешь себя, соответственно, и твои подчиненные по иерархии, они тоже будут смотреть на тебя и следовать за тобой, как за лидером. Большое внимание на заводе уделяется условиям труда и отдыха работников. Они получают достойные зарплату и соцпакет. На завод ежегодно поступает миллион тонн сырья, и столько же здесь отгружают готовой продукции. Если в 2015 году производили 15 тысяч тонн, в 2018 – 900 тысяч, то сегодня – 960. Ежегодный объем инвестирования составляет порядка 15 миллионов долларов. По итогам 2019 года Гомельский химический завод признан лучшим экспортером Беларуси в нефтехимической отрасли, предприятием, которым руководит Человек Года.